И это мастерская скульптора Виталия Казанского. Сейчас она вся увешана фотографиями Сергея Бодрова-Млашева. Здесь и кадры из фильмов, и фрагменты любительских и профессиональных фотосессий. И практически везде, крупным планом, глаза. Как отмечают посетители мастерской, Виталию Казанскому удалось их правильно воплотить в памятники. В финальном же варианте он представляет из себя словно знаменитого брата Данилу Багрова. Здесь и узнаваемый свитер, портативный CD-плеер, берцы. Да и в целом угадывается образ по-настоящему народного героя. На заднем плане камни, привезенные из Крамадонского ущелья, специально для этого памятника. По замыслу художника Сергей Бодров, он выходит из-под завала, из-под места гибели его съемочной группы, поднимается к свету, идет к Богу. И идет продолжать творить добро. На кадрах стадии изготовления памятника в мягком материале, в размер сооружения. С пластилинового памятника снимут гипсовую форму, обработают, зальют в форму воск. Следом делается форма уже литейная. Воск выпаривается и вытаскивается. Заливается бронза. На все это ушел месяц. Памятник рассчитывают установить в городе Риэлто в 25 декабря, если не произойдет чего-то экстраординарного. Пока же он нашел временное пристанище в московском магазине музыкального оборудования. Активисты утверждают, что подмосковные чиновники пока не дают добро на установку. Поэтому памятник и ждет своего часа у активистов. Одним из которых был, кстати, знаменитый рязанец, некогда директор одного крупного предприятия. Это памятник задуман и делается не юридическим лицом, не каким-то конкретным человеком, для какой-то славы. Я думаю, что этот памятник делается чемоданами добра. Тем людьми, которые хотят делать добро в своей стране, окружающим людям, своим близким. Сергей Бодров-младший и выбран как олицетворение этого добра, как символ поколений. И как ответ на самый главный вопрос – в чем же сила?